Я люблю и уважаю своих родителей, отца и мать, но теперь не понимаю, как разумно действовать, имея мать, желающую жить жизнью сыновей. И постоянно переживающее и часто упрекающее неуважение к родителям, выставляя себя жертвой, которой все только смерти желают. Мне мама постоянно звонит, говорит, Олег, ты чего не звонишь, ты обиделся на меня? Я говорю, нет, мам, просто много дел, я виноват, конечно. Да нормально, нормально. Пожилые люди, им кажется, что они в чем-то виноваты или что их не любят, их не уважают, не ценят. Почему пожилым людям так кажется? В чем причина? Причина заключается в том, что с возрастом сила плохой кармы увеличивается в теле человека, сила хорошая уменьшается. Вот ребенок как живет? Очень много хорошей кармы. Все его любят, все ласкают, он такой купается в масле такой. Ему хорошо, потому что много хорошей кармы выходит изнутри, и все такие его видят, такие... Наслаждаются все им. Почему? Потому что от него исходит хорошая карма. У него исходит хорошая карма, и все видят ребенка. О, какой хороший! Все наслаждаются. Все любят его. От пожилого человека исходит плохая карма. И все думают, ну да-да-да, живи хорошо, живи хорошо, все нормально, придем завтра. Сегодня не придем. Почему? Потому что с пожилым тяжеликом рядом тяжело. У него много плохой кармы. И поэтому с ним очень трудно рядом находиться. Печаль наступает рядом с ним. От него болезни исходят. Несчастье, а болезни пожилого человека. Старость не радость. Поэтому веды говорят, чем взрослее человек, чем больше возраст, тем больше человек должен отношения с Богом строить. И что происходит? Смотрите, вместо печали человек обретает мудрость. Чем старше возраст, тем больше молитвы. Старший возраст, больше молитвы, старший. И, наконец, наступает возраст, где-то 65 лет. Все, человек, кроме молитвы, уже ничего не должен сделать. Только молиться. Уже 70 лет, только молиться. И такой человек становится мудрецом. Все хотят быть рядом с ним. Никто не хочет, чтобы он ушел. Все молятся, чтобы он... Все хотят, чтобы он давал им наставления, советы. Такой человек становится крайне ценным в жизни. Крайне ценным человек такой становится. Человек в возрасте, который достиг просветления, понимания, зачем нужна человеческая жизнь. Всем очень нужен. Я знаю таких людей. У меня есть духовные наставники. Они сейчас все вот между 60 и 70 годами. Очень ценные люди. Все хотят быть рядом с ними. Причина, почему так родители себя ведут неправильно нацеленная жизнь. Но мы не можем прожить свою жизнь за родителей. Мы не можем их воспитывать, их учить ничему. Мы не можем. Мы их принимаем такие, какие они есть. Есть такая песня. Бабушки, 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 старушки, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Бабушки, бабушки, мы вас уважаем, но как вас понять, мы, увы, не знаем. Надо любить, уважать, но понять невозможно. Человек страдает. Если человек страдает, его понять невозможно. Почему он все время капризничает? Почему он все время недоволен? Потому что энергии страдания много накапливается в возраст, с возрастом в сознании человека. И почему он страдает? Потому что живет неправильно. С возрастом человек должен больше времени посвящать духовной жизни. Как себя вести женщине, если отношения краткосрочны, и после рождения ребенка кажется, что создать отношения будет еще тяжелее? Значит, вот смотрите, вот таких вопросов будет тысяча. Как вести себя в семье, если ты не уверен в близком человеке? Надо ли расписываться или нет, если ты в нем не уверен? Ответ очень простой. Почему я не уверен в близком человеке? Почему вы так живете? Причина только одна. У вас не хватает духовной жизни. Почему люди не любят друг друга? Потому что не хватает духовной энергии. Вы мало занимаетесь духовной практикой. Почему я не уважаю близкого человека? Он меня не уважает. Почему мы не можем расписаться? Не хватает духовной практики в жизни. Почему дети нас не любят? Почему дети не слушаются? Не хватает духовной практики в семейной жизни. Почему муж изменяет? «Не хватает духовной практики в семейной жизни? Почему он меня бьёт? Не хватает духовной практики в семейной жизни? Почему я на него постоянно срываюсь? Не хватает духовной практики?» Все эти вещи означают «не хватает духовного счастья в семье». Вот это духовное счастье лишает человека. Ему незачем изменять, незачем пить, незачем курить, незачем не доверять близкому человеку. Когда человек занимается, в семье много духовной практики, хочется расписываться, хочется жить вместе, хочется никогда не разрывать эти отношения. Потому что благодать наступает в семье. Мне один человек рассказал, он ездил на Валаам, он проходил по много разных храмов, целый комплекс, посмотрел много всего. И потом вечером один монах ему принёс молоко парное и хлеб. И он сказал, я этот хлеб с молитвами делаю, а молоко от коровы, которая живёт при монастыре, и тоже с молитвами её доят, попейте вот этого молока, поешьте этого хлеба, не по аюрведе вечером, не по аюрведе. Хлеб надо есть днём, молоко надо пить горячее, с мёдом вечером. Не по аюрведе, без мёда молоко, ни парное, ни горячее, хлеб вечером нельзя. Он мне рассказал, так как у нас близкие отношения, он понимает, что я не зацикленная рвень. Мне рассказал, что когда он поел этого хлеба освященного и попил молока, он испытал такое глубокое счастье просто от того, что он это сделал. У него просто всё перевернулось внутри от счастья, просто от того, что человек с любовью испёк этот хлеб, осветил его, и он с любовью подоил молока, он попил, поел этого, и у него всё переварилось классно, хоть не по аюрведе он всё сделал. Он говорит, я так в жизни не испытывал столько счастья просто от того, что поел освященной пищей настоящей. У меня такой же эффект был, когда я был, есть такое место Шри Рангам, это огромный храмовый комплекс на много километров, и он существует уже сотни лет. Огромный храмовый комплекс Южной Индии. Там красивейшее место совершенно потрясающее, там много алтарей и всё прочее, идёт поклонение постоянно. В этом Шри Рангаме есть забальзамированное такое, как бы, из Мурти, то есть человек оставил, святой человек оставил тело, вот так вот благословив всех, представляете? С открытыми глазами, я желаю вам счастья, будьте духовно развитыми, всегда любите друг друга, всегда поклоняйтесь своему духовному учителю, всегда молитесь. И до свидания. Не оставляйте тело человека по своему желанию. Раз, и застыл, вот так вот. Ученики взяли, забальзамировали его тело. И так как они знали рецепт, это тело не портится, он находится вот в этом полосостоянии, как вот он оставил тело, так и остался. И у него ногти до сих пор растут, раз в месяц отстригают. И он сказал перед уходом, что он будет жить в этом теле ещё тысячелетия и будет давать наставление через сердце своим ученикам. И его ученики получают наставление через сердце от него. Это говорит их духовный уровень об этом. Представляете, какое интересное место? Там в этом месте интересном, там есть такие священники, которые всю свою жизнь посвятили тому, что они готовят простую пищу, но с очень сильными молитвами. Это простые хлебные лепёшки, простой рис, очень простая дешёвая пища, но с глубокими молитвами. Я когда взял эту пищу, там за небольшие пожертвования дают эту пищу, берёшь, садишься, он тебя садит, этот священник садит тебя. И садится перед тобой, смотрит, как ты кушаешь. И он смотрит на тебя неотрывно, вот так вот. Потому что он видит, что ты кушаешь отношения с Богом. Не просто пища, это отношения с Богом. И ты когда кушаешь, ты смотришь на этот святой человек, на тебя смотрит, ты ешь при нём. Ешь эту пищу, которая пропитана любовью к Богу. Тебя начинает вот так колбасить отчасти такое, знаете, такое состояние. Когда ты это испытал один раз, потом происходит следующее. Мы ездили в другое святое место, Рамишварам, и назад возвращались через этот город. В этом городе стоянка была час поезда. Я взял ведро с собой, сел на рикшу и поехал за этой пищей, просто как сумасшедший, зная, что я могу опоздать на поезд. Потому что время было как раз туда-сюда. И может быть, даже не успеть. Чуть-чуть пробочка, и всё, и до свидания. И все были в шоке, короче. Меня все отговаривали, говорю, не надо, мы же опоздаем, у нас потом непонятно, где искать там. Я взял с собой паспорт, взял денег на другой билет и помчался за этой освещенной пищей. Я заскочил на подножку поезда, поезд уже поехал, я бежал и запрыгнул как бы вагон с ведром этой освещенной пищей. Потому что она приносила огромное счастье. И неужели вы думаете, что если у вас в доме будет происходить нечто даже в тысячу раз послабее, у вас кто-то в доме будет несчастным, кто-то будет изменять, кто-то будет пить. Это глупость так думать. Понимаете, причина, почему так всё происходит в нашей жизни, только одна. Мы живём не так. Бог нам показывает нашей жизнью. Хотите жить как скоты? Живите как скоты. Нет проблем. Хотите наслаждаться телевизором, вот этим всё, смотреть эту всю глупость? Пожалуйста, страдайте. Хотите смотреть, как изменяют друг друга? Будете изменять друг другу. Хотите смотреть, как убивают друг друга? Будете насиловать. Кушаете пищу без молитвы? Готовите? Думаете о том, как накормить своего близкого человека или себя? Какая пища считается греховной? Человек должен для Бога готовить. Он должен думать о Боге во время приготовления. А потом уже все кушают эту пищу. Она становится освященной. Понимаете, какая жизнь, такой результат. В этом проблема. Мы не знаем об этом, поэтому страдаем. Сколько экзаменов надо сдавать и когда они сданы? Сколько экзаменов вы узнаете за свою жизнь? Это не знает только вы и Бог, больше никто не знает. Как они сданы? Вот сейчас я вам объясню на примере аборта. У меня есть одна женщина, знакомая девушка, которая сделала аборт. Она после моей лекции пришла ко мне такая. Я сделала аборт, я убила своего ребёнка, что мне делать? Я говорю, вы уже делайте то, что надо, продолжайте. То есть она начала раскаиваться. Я говорю, продолжайте, вы делайте то, что надо. И она раскаивалась. И она рассказывала стадии своего раскаяния. Сначала она просто плакала и молилась Богу о прощении. Она просила духовной жизни. Потому что когда человек совершает грех, его тянет вниз, пропасть. Тянет его философия. Он думает, можно делать аборты, можно так жить. У него это в психику входит. И как бы тянет так же, сам поступок вызывает дальше онкологию. В том месте, где аборт совершён, там происходит, начинает расти опухоль злокачественная постепенно. Сначала миома, потом злокачественная опухоль. Если женщина в прошлой жизни аборт совершила, то уже в этой жизни, даже она не совершала, миома будет развиваться тоже. Ну то есть за всё приходится отвечать рано или поздно. Итак, она начала раскаиваться. Первая стадия. Она чувствовала, что она виновата, и что эту вину никак не убрать из сердца, не искупить. Она просила прощения Бога. Вторая стадия. Она почувствовала, что она никогда в жизни больше не будет делать аборты. Хоть 50 детей и будет. Никогда в жизни не будет больше делать аборты. Так она почувствовала. И третья стадия, знаете какая? Неожиданно она обнаружила, что у ней в сердце нет больше тяжести. Ей стало легко и хорошо. Всё прошло. Это чувство плохое прошло. Ну а когда она вспоминает, сколько усилий, ей пришлось 8 месяцев молиться, сколько усилий она совершила, при одной мысли, что она будет делать аборт, у ней волосы дыбом стоят. Вот это называется правильная жизнь. Сделал поступок, теперь сделай так, чтобы его нейтрализовать. А потом подумай, надо ли тебе его опять делать. Понимаете, это правильная жизнь. Никто не запрещает поступки делать. Хочешь, делай. Потом думай, что дальше делать с этим. Если ничего не делаешь, значит будешь отвечать за это. Вот так сдаются. Как определить, что они сданы? Я вам сказал, как определить. В сердце лёгкость и радость возникает, когда экзамен сдан. Ситуация, допустим, жена бросила. Надо, жена бросила, надо ждать её. Бросила ведь не зря. Ты заслужил такую жизнь, значит. Надо ждать, звать её назад, много раз подряд ждать. Даже если она уже с кем-то снюхалась, всё равно ждать. Поставить себе сроки какие-то. Поставить сроки себе и ждать. Допустим, год. Просто молишься. И много раз, допустим, решил, семь раз я ей скажу, возвращайся назад. Возвращайся холодным утром, возвращайся. Мне очень трудно, возвращайся. И оставайся, возвращайся. Я без тебя устал. Да, приходишь и говоришь, она уже там с кем-то живёт, и ты ей говоришь такие слова. Она говорит, пошёл вон, скотина. Ты идёшь назад, дальше молишься, опять приходишь. Проходит год. И в какой-то момент, в очередной раз ты приходишь к ней, говоришь вот эти слова, и потом ты уходишь, и в сердце возникает, что, какое чувство. Спасибо тебе, человек, за те годы, которые мы прожили вместе. Чувство светлой памяти по поводу этого человека. Обиды нет, горя нет, страданий нет. Чувство светлой памяти и живи своей счастливой судьбой. В сердце возникает благодать Божья, и ты понимаешь, что ты свой экзамен сдал. Пройдёт совсем немного времени, и ты встретишь своего человека, с которым другие отношения будут уже, более возвышенные. Ну, видите, тебя вроде бы бросили, не ты бросал. Но надо вот это делать. А если человек сам бросил? Тогда веселее всё. Веселее. Ко мне часто подходят люди после таких лекций, говорят, Олег Геннадьевич, я бросила мужа, он меня ждёт. Что делать? Ну, Олег Геннадьевич, я не хочу к нему возвращаться назад. Что делать? Мне не хочется, мне противность, им жить. Фу, нет. Чё делать, Олег Геннадьевич? Возвращаться. Нет, 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 не хочу. На одни и те же грабли второй раз не наступают. Возвращаться. А если он мне скажет, пошла вон? Нормально. Ещё раз пытаться возвращаться. А если ещё раз скажет, пошла вон? Ещё раз пытаться возвращаться. И сколько раз, Олег Геннадьевич, пока в сердце не наступит облегчение. Тогда Бог простит, даст тебе мужа. Или, может быть, ты вернёшься, и у тебя всё хорошо с ним потом будет. Такое тоже может быть. Смотрите, смотрите, у некоторых людей есть такая философия. Вот с этим человеком никогда хорошо не будет. Некоторые так думают, вот с этим человеком никогда хорошо не может быть. это означает, что вы находитесь в невежестве. Потому что человек — это душа. Если бы вы хотя бы капельку его духовной силы увидели, вы бы тогда так не говорили. Человек внутри, он соткан из красоты необыкновенной. Красоты необыкновенной, чистоты необыкновенной соткан человек, любой. И любой человек с любым может жить так, что просто счастья будет очень много. Почему же тогда счастья нет у нас? А потому что вот эта чистота, она покрыта кармой. Что такое карма? Карма, сказала ворона и съела червячка. Вот. Карма — это боль, это страдание, это то, что больно. И эти страдания вызывают неприязнь к человеку. Но если мы относимся к нему честно, эта честность дает возможность, открывается ключик. Понимаете, ключик открывается от сердца человека. Когда ты ключик открыл от сердца, ты начинаешь видеть в нем что? То же самое, что ты увидел при первой встрече. Да люди встречаются, Бог, отключая, открывает ключики у обоих людей. И они начинают думать, Господи, какой ты хороший, какой ты классный, я хочу с тобой жить все время. Открывает ключики, потом раз, закрывает. Для чего? Для того, чтобы сами научились так чувствовать друг друга. С помощью отношений с Богом, с помощью духовной жизни человек должен благодать от другого человека почувствовать. И тогда он поймет, что можно жить с этим человеком. Чистоту его человеческую сможет он почувствовать совершая свой подвиг внутренний. Вот этот подвиг. Теперь вопрос, а почему я сейчас не чувствую? А потому что тебе положено страдать и ты видишь от него страдание. Когда ты побеждаешь свою плохую судьбу, ты от него будешь уже видеть благодать. От того же самого человека, с которым ты страдал, которого ты не любил, с которым секс не получался. Теперь будет все получаться. Все эти проблемы возникают только от плохой кармы. Почему секс не получается? Потому что плохая карма. Почему страдание? Почему так все плохо? Потому что плохая карма. Победи свою плохую карму. Бывает, человек не может победить. Называется непреодолимая карма. Надо пожить одному, значит, совершать аскезы, молиться, пожить одному. Тоже хорошо. Веды говорят, если ты хочешь пожить одному, у тебя есть семья, пожить одному хочется. Не можешь уже, невыносимо с семьей. Живи, нет проблем, но не разводись. Скажи, мы вместе, мы друг с другом, но вместе, так как мы не можем сейчас жить рядом, слишком близко, надо пожить отдельно. Вот смотрите, древняя культура как учила. Сейчас вам объясню. Все люди знали, что карма бывает очень тяжелой, карма бывает легкой. Смотрите, когда у людей идет хорошая карма, они раз ближе отношения строят, ближе друг к другу. Карма становится тяжелее, подальше строят отношения. Зачем? Чтобы не было слишком больно. Еще тяжелее, еще подальше, еще тяжелее, еще подальше, еще подальше. «Я стою на одном, а ты на другом». Там ла-ла-ла-ла. Весна какая выдалась, какие дни настали, на что же ты обиделась, зачем же мы расстались? То есть люди любят друг друга, но он далеко находится. Одна на одном берегу, а другой на другом. Судьбы. Почему так далеко? Потому что ближе будет больно. Разводиться не надо. Надо объяснить близкому человеку, что мы сейчас пока живем раздельно. Теперь вы скажете, а если он сам разводится, уходит? Ну, это его уже проблема. Это значит, что у него будут проблемы. Надо страдать вместе, не надо страдать. Надо жить счастливо. Счастливо означает не зависеть от близкого человека, не зависеть. Молиться, служить ему, заботиться о нем. Но не надо зависеть. Почему люди мучают друг друга? Сейчас объясню. Мы как-то были с женой в святом месте, поругались с ней немножко. Друг на друга насупились. Идем вместе. Идем вместе с ней. Вот. И смотрим на природу. А природа такова, что там два мангуста, самка и самец. Поле огромное. Все заросло травой, красиво. Мы идем по этому полю на Гангу купаться, совершать омовение. И два мангуста бегают друг за другом вот так. Шипят и бегают так. Друг за другом. Мы остановились. Я говорю, слушай, поле такое большое. Чего бы им не разбежаться? Чего они друг друга кусают, бегают? Столько места вокруг. Я так удивился. Она мне говорит, так у нас то же самое. Чего ты удивляешься? Только место, а мы кусаем друг друга. Причина в чем? В привязанности. В привязанности. Нужно чуть-чуть любить подальше. Не называется дистанцироваться. Любить подальше. Можно любить поближе, карма получше, любить и поближе. Карма похуже, любить и подальше. Теперь, почему бегаем друг за другом? А потому что мы не хотим правильно жить. Мы хотим мучить друг друга, потому что привязаны друг к другу. Это уже называется греховная жизнь. Люди привязаны постоянно мучают друг друга, они выясняют отношения. Им тяжело жить, они встретились, опять выясняют отношения, мучают. Почему? Только одна причина. Почему ты меня сейчас не наслаждаешь? Вот больше нет причины никакой. все означает невежественная жизнь. Мучить друг друга означает невежественная жизнь. Тяжело стало? Чуть-чуть подальше. В одной квартире, но подальше. Желаем счастья, не общаемся. Выполняем все свои обязанности, не общаемся. Сексом не занимаемся, выполняем все свои обязанности. Готовим, стираем, убираем, зарабатываем деньги, приходим, улыбаемся, не общаемся. Почему? Потому что начинаем общаться, больно становится. Так действует карма. Все, договорились, не общаемся какое-то время. Но любим друг друга как? В сердце. Потому что любовь в сердце находится, понимаете? Карма не может действовать через сердце, она действует только через отношения. Когда мы начинаем выяснять отношения, карма включается. Когда мы молимся, желаем счастья друг другу, карма не действует. Можно сидеть, молиться, желать счастья, любить над человека, и в сердце сердца будут связаны, им в сердцах будет хорошо, но они при этом не общаются друг с другом. Это называется разумная жизнь в семье. То есть мы побеждаем карму молитвой, общаемся, когда? Когда карма плохая, становится слабее, ближе становятся отношения. Тяжелее карма, дальше отношения. Это любовь? Да, это любовь. А вот когда мы грыземся, как собаки друг с другом, или как эти мангусты бегаем друг за другом, постоянно выясняют на отношениях, это не любовь. Это мучение, просто люди мучают так друг друга. Почему они мучают? Потому что хотят наслаждаться тем, что уже не наслаждает. Все. Краник закрыт. Вот смотрите, допустим, вы пили всегда из этого краника воду. В кране вода кончилась. Один вариант, пойти в колодец, найти там, налить воды и носить воду. Тяжелее, но вода есть, да? Каждый день километр ходишь, где-то наливаешь. Тяжелее, но вода есть. Второй вариант, бить краник. Почему? Где вода? Ну что толку? Все равно воды нет уже, все, кончилась вода. Ну, кончилась, понимаете? Бабушка пришла к врачу. Спрашивает, я не мочусь уже, сынок, что такое? Врач говорит, а сколько бабушка лет? Она говорит, восемьдесят. Говорит, ну кончилась моча. Все. Кончилась. Это, конечно, анекдот, но вообще так надо понять, что в жизни все кончается, бывает, кончается. Вот были возможности наслаждаться, сейчас раз, кончилась, потом опять начнется через какое-то время. Все циклами идет. Почему страдаем? Потому что не хотим понять этого. Хотим наслаждаться дальше, когда нет возможности. Бывает, что мужчина теряет способность зарабатывать, остается без доходов. Почему? Что делать? Потому что так действует судьба. Что делать? Знаете, я вам отвечу на вопрос, что делать. Это будет самый главный ответ в моей жизни. Самый главный для сегодняшней лекции, для этого семинара. Смотрите, у нас в жизни есть два периода. Один состоит из страданий, другой из счастья. И ведок говорится, что период страданий предназначен для того, чтобы жить. Потому что именно во время страданий человек обретает знания, обретает хороших друзей, обретает духовных наставников, обретает веру, обретает молитву. И все самое лучшее он обретает, когда он страдает невыносимо. А в период счастья он все это теряет. Он расслабляется, ему хорошо становится. И смотрите, скупость человеческая в чем заключается? Что мы всю жизнь просим Бога, дай мне этот период счастья, дай мне, что тебе жалко? Я хочу быть счастлив, дай мне возможность быть счастливым. А Бог на самом деле согласен с этим, ну хотя бы чуть-чуть пострадай. потому что жизнь ведь тоже надо жить. Не обязательно только просто зря время проводить на этой земле. Ведь человек может жить, когда у него есть испытания. Испытания дают настоящую жизнь. Человек учится жизни в это время. Самое лучшее время в его жизни это испытания. Ну хоть немножко пострадай. Бог ему как бы. Скупость это означает скупость. Мы скупцы, понимаете? Мы не хотим жить на самом деле. И кто хочет жить, есть аскеты, подвижники. Он берет на себя цепи навешал и пошел жить. Не дает себе наслаждаться просто. Живет в пещере, там холодно, голодно, не важно, все, живем в пещере. Сколько? 90 лет. Почему? Потому что когда человек так живет, у него такая жизненная сила наступает, у него столько силы, что он может цепями с этими 90 лет прожить. И не болеть ничего, ни холодно, ни голодно, и все время классно. Я вам пример привел одного из православных, я не помню, как его зовут, святых или христианских просто. Он в цепях носил на себе там 70 килограмм цепей, жил в пещере до 94 лет, что ли, что-то такое. Ну так, для примера, как люди живут. я как-то в Индии в одном святом месте увидел одного интересного человека. Этот человек нес на плече бревно, ну такое вот бревно, индусы они маленькие, поменьше ростом, такое бревнышко, да, которое я даже поднять не смогу. И он нес на плече это бревно и очень бодрым шагом шел. И такой он счастливый, такой посмотрел на меня, у него столько счастья, он такой вот прямо вот не знаю, сколько у него счастья. И я шел с одним местным как бы человеком, он говорит, посмотри на этого человека, я говорю, а куда он бревно несет? Он говорит, он никуда его не несет, он его несет по жизни. Он всегда с этим бревном ходит. А если он не может идти, значит сидит с этим бревном. А если может сидеть, значит лежит с этим бревном. Но он никогда его не бросает, потому что он сам себе сделал ношу в жизни. Так человек должен жить. Он сам себе должен сделать аскезу, и тогда жизнь не будет ему делать аскезу. Если ты сам себя наказал, зачем тебе наказывать? Какие проблемы? Нам это непонятно. Вот сейчас то, что я говорю, большинство людей вообще непонятно. Зачем бревно носить? А он знает смысл жизни человеческой. Человеческая жизнь предназначена для аскезы. Не для расслабления, а для аскезы. Она предназначена для тяжелых периодов, а не для хороших. Вот у меня стресса было два года в жизни. Такого жуткого, глубокого стресса. И за эти два года всю свою духовную силу я получил. Все, что мне нужно, все я получил за эти два года. Хотя до этого уже много лет я занимался духовной практикой, и я уже думал, что мне не нужен стресс для того, чтобы осознать глубже Бога. Что мне достаточно просто самому себя заставлять. И нет, оказалось не так. Я получил стресс для того, чтобы целыми днями молиться. И я понял, что нужен, даже мне нужен был уже, хотя я занимался уже лет 10 духовной практикой до этого. Понимаете, как нужен человеку стресс? Как нужны страдания? Как нужно, чтобы работы не было какое-то время? Чувствую, что вот самую главную мысль, которую у меня в сердце сидит, многие из вас не поняли. Смотрите на меня так, и у вас во взгляде чувствуется неудовлетворенность. Почему? Потому что в сердце существует подмена. Мы реально думаем, что счастье находится вот здесь, и ради этого надо жить. А счастье находится вон там. Там стрессов не бывает. Если ты всех людишь, постоянно молишься, то там всегда счастье в сердце. Стресс означает, работы нет, здоровья нет. Это внешняя вещь. счастливой семьи нет, детей нет. Это все внешние вещи. А там, если твое сердце направлено на служение, нет стресса. Там есть только счастье. Почему же тогда у меня там стресс? А потому что сердце не туда направлено. Поменяй направление сердца, и у тебя все нормально в жизни будет. А поменять это не дешево, не простая штука. Аминь.